доброе утро мир в общем я тут как всегда делаю оладушки такие с готовой смесью кефиром сегодня разбавила вот сейчас буду их мастерить без масла без всего с этим сиропом агавы что ли как он там называется разогрелась или на сковородку и начали подгорать ну ладно все равно это все внутрь 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 а там пофигу чё как будет смотрите как у меня муж ест фрукты но это вообще это просто взял и изуродовал персик и все и сказал он ему не понравился он вчера где-то в альпухаре был альпухара это такие сеть сеть деревушки города в горах и там вот они вот делают вот такие вкусняшки такие вот как они не пончик это другая смесь и вот такие пистенюс как хворост но они мне не очень нравятся потому что никакую эту травку туда добавляют и в общем травка такая какой-то не знаю мне кажется эта травка больше подходит для вторых блюд чем вот для сладкого но это мой пирог вчерашний остался там надо сейчас посуду разберу после вчерашнего и все и чайник поставить мне так звенит такой у меня громкий и пойду гулять как всегда все как всегда сегодня плохо спала почему-то не пойму почему но очень плохо спала нами часов до 4 я думала потом мне бабушка моя приснилась ее племянницы вообще представляете жесть мне бабушка очень редко снится этому в деревне куда-то идем непонятно я ее куда-то хотел увезти потом зашли к ее племяннице она там начала есть гречку с котлетами голодная была я вот что думаю может быть знаете помянуть надо я сейчас почитаю в google как все это делается ну потому что прямо на ела эту гречку так хорошо вы чарли с нами был представляете была зима вот и чарли тоже угостили его котлетами представляете кстати племянница и и бабушка они же у меня уже не живы не живые поэтому как бы не знаю куда-то вот я хотела ее наверно с собой завести увезти бабушку такой вот сон мне приснился на дурацкий не дурацкий ну какой-то совершенно непонятный я так думаю не знаю даже чё думать поменять надо потому что мне бабушка вообще не снится может два раза за всю жизнь снялся это сегодня как-то приснилось непонятно идем главное валенках а я валенки без галош а везде слякать вот и я говорю мне галоши нужны потому что валенки уже намокли но на сейчас сейчас дойдем куда шли зачем шли непонятно в общем как то так у нас он там остановка только народа много с детьми едут все на пляж поэтому я никогда выходные не вижу на пляж вчера у нас знаете даже настолько народу много было на пляже что закрыли одну часть на два часа закрыли пляж чтобы туда людей уже все был перед переполнены полиция приехала в общем и закрыли на 2 часа самое интересно у нас очень много пляжей тут километры километра и вот почему-то все ломанулись именно в эту часть вот и закрыли представляете что вот так вот в этом году наверное пляж мы смеялись с клиентами пляж будет только для тех для приезжих на его нафиг пускай не там сами купаются а мы потом а мы смеемся мы говорим мама после 15 сентября и еще целый октябрь у нас для купания когда это время очень замечательное после 15 сентября потому что дети выходят в школу все каникулы заканчиваются и на пляже вообще никого вода теплая и вот сентябрь октябрь самое лучшее время на пребывание на пляже сейчас у нас как раз первого числа начались знаете каждые две недели здесь вот как отпуска идут двухнедельные и вот все первых чистых пылут прутся на пляж потом в 15 уезжают 16 опять другие приезжают и так вот июль август и июль август вот так вот у нас постоянно народу много я не люблю это время потому что все забито не только в этом году но вообще не в какие года раньше когда знаете приехала я на пляже сидела я не знаю наверное с 12 дня до 9 вечера вообще не вылазила оттуда а потом с каждым годом все как-то надоедает и надедает смотришь на этот пляж а где чарли хаона и думаешь сразу никуда не денется вон он он передо мной и все и все меньше и меньше туда попадаю ну попадем куда мы денемся сейчас вот в парке тут погуляю с чарли сейчас этих голубей всех разгонит и будет все нам зашибись и потом поедем куда-нибудь тапы поедим а еще вот мы местные жители до нашего городка допустим вообще в андалусии я много раз уже говорим каждое воскресенье куда-то выезжаем каждое воскресенье я что-то показываю здесь принято ну как любят испанцы знаете как ходить потапом то есть это пиво и к тебе дают бесплатно пиво где-то стоит 220 сейчас представлять когда я приехала в испанию она стоила евро 10 а сейчас уже 220 вот и к тебе дают бесплатную закуску ну там рыбу или еще вот допустим мы муж знает все бары где что подают каждый бар специализируется там на своем некоторые на рыбе некоторые на мясо некоторые на домашней еде и вот мы все знаем где чё дают и вот сегодня допустим чё ты хочу хочу там хочется рыбы вот мы поехали в тот есть у нас там тричит и рыбар вот это звонит но и на парке дай и даким утре потому что но кемо спират а по июк есэсистазе конкошено и я кому лосе так там на чем мы остановились и вот как бы местные жители знают где лучшие бары где лучшие этапы а вот и где в общем я повкуснее нас кормят и в основном мы не ходим вот так вот в ресторан чтобы заказать еду знаете вообще здесь вот как бы в андалуси не говорю за всю испанию не принято такие рестораны вот чтобы там надел вечерние платья и пошел в ресторан нет в испании рестораны это где просто можно покушать все никакой сервировки там офигенной можно не ждать никаких там я не знаю разукрашивание но если конечно это не ресторан мичелин но хотя и там тоже все как бы просто здесь это сел поел вкусно пожал и все больше больше от ресторанов испанцы ничего не требуют главное чтобы было вкусно скатерти обычно всегда эти бумажные ну тарелки нет но вот так вот никакого сервиса в рестораны ходят вот в чем ты хочешь тома иди хочешь ты там например спортивной одежды как у меня часто бывает потому что из чарли гуляю потом быстренько уже иди никто на тебя не посмотрит вообще в чем ты хоть хоть там я не знаю хоть с перьями на голове вот это не как вот у нас россии там знаешь ресторан идешь собираешься неделю там макияж вечернее платье каблуки нет здесь этого наоборот где посмотрим на что и куда это собралась на праздник какой-то вот здесь это просто типа поесть если вы там не наелись или допустим не понравилась какая-то тапа закуска офигенно я могу попросить чтобы мне принесли либо пол пол порции либо целую порцию чтобы как раз и догнаться вот поесть нет конечно можно и заказать и меню вот бизнес-ланч как они называются можно и заказать и если вы хотите покушать все это можно заказать но мы в основном вот ездим по тапам чтобы как говорится попробовать разные разные еду разные закуски и мне всегда так как мне лень дома жарить рыбу мы всегда не то что лень даже а ну и не не очень это полезно да вот в кляре я имею ввиду там дома всегда вот я почему-то меня тянет всегда на воскресенье на рыбу об этом знают уже и родственники и сестры они знают что мы и если мы куда-то едем по воскресеньям только то в те места где подают рыбу мой блин они не сопротивляется им по барабану они даже наоборот когда куда поедем они у я кстати же нравится рыба значит рыба так вот немного вам рассказала сегодня приехали в такой бар-ресторан на улице можно внутри вот так сейчас посмотрим чем нас тут накормят и крабики это все можно заказывать и кушать музыка татарев придется свою поставить потом гляньте какой здоровый короче здесь и воды я стартерят я аквариус это нам там там вот смотрите кухня все видно как готовят мы заказали себе вот напиток стоит где-то 220 вот это вот бесплатно но мы заказали еще сардины так что сардин не знаю сколько стоит потом узнаем а это вот вторая этапа бакерон чеки это мы уже заказали порцию сардин на огне на углях потому что я их просто обожаю цену потом скажу когда заплатим я не знаю сколько не стоит так что сейчас нам немного хлеба принесут всем приятного аппетита смотрите как едят сардины на хлеб чтобы весь суп спадал на хлеб аж куряем кайна сашкурилась правильный вот так едят сардины вот так едят сардины а потом хлебушей расти хоба а не играл первого но там он по потом смотрите нам уже дата по приносили вот эти рыбки и нам сейчас еще раз принесли муж сказал что нам такое уже приносили и нам принесли еще одну это все бесплатно типа повторили ошиблись принесите еще одну тапу так что у нас теперь 2 по цене 1 вот так вот в общем вот такой у нас счет сардины стоит 10 евро я аквариус пью он стоит ну вот все по два письма 3 а по 3 евро видите 3 евро стоит тапа но это пасть пиво и к нему там его все вместе 3 евро так что 25 евро в общем лакатэ нас называется ресторан бар здесь у них своя собственная парковка есть там вот они делают тоже банкета и для детей вот там обычно делают всякие надавные батуты но сейчас как ничего этого нельзя поэтому ничего там нету а так вот прикольное место оливки растут смотрите уже можно скоро собирать будет оливки я дома думала либо мороженое заехать по полупать либо еще что-то потом выяснил что лучше либо еще что-то у меня тут и пирог вчерашний этот и как шведский стол всего-до-всего поэтому решила вот пирожок съесть доедать его надо вот так вы знаете сделаю всегда им едим потом выбрасываем и кофейку попить но я так думаю что я все-таки прилягу посплю вот потому что состояние нестояние все-таки сон не знаю всю ночь чуть не спала маялась туда-сюда ладно добавлю лед и будет мне хорошо включу какой-нибудь сериал и буду кайфовать отдыхать я сейчас чуть и бассейн устраивала вот и знаете на что я обратила внимание что помните у меня вот эти цветы были желтые а сейчас они смотрите как зацвели по-другому это как так они чуть свет меняют и так много они же были желтые помните ведь я показывал постоянно сейчас смотрите какие красивые красненькие но надо же к солнышку тянутся и вот это вот герань намного лучше чем вот это потому это вот розовая ну тут не еще ни одного цветка вот вот этот по-новому зацвел этот вот как-то растет вот видите лепестки вверх а этот цветы пускает идите там тоже вот цветет в общем прям обширно так а этот верх растет пускай немножко подрастет потом вы мне говорили что можно подщипать немножечко-маленчик в общем на не так и сделаю этот цветет ему тоже ничего и этот вот очухался на этот грантификус как растет в общем все цветет и пахнет вот это вот что-то вот с этой стороны видите он половину как бы как плохой а половина вот это по новым выросла половина нормально и вот из этого даже выросла новая но он тоже как-то завял как-то странно ну ладно а этот вообще растет сам по себе чуть-чуть там бассейн просто он стесняется когда я вот так вот смотрю вот то он купаться не будет нужно уйти вот тогда он будет купаться сейчас ли стоит папа выглядывает до уехал оставил нас от них уехал папе до но не стопа пи но он дэ но не стопа пи а вы но не стопа пи как зачет мне не мучить в общем вот так цветы были желтыми стали красными как так не целый день под вентилятором сидим потому что жарко так что такие дела растет протереть надо их в общем да скучно воскресенье не люблю воскресенье самый скучный день ну что друзья вот такой вот у нас вечер у меня сегодня вся розовая нанесла я вот эту свою любимую масочку и пойду принимать горизонтальное положение потому что эта маска должна вот так вот чтобы все морщины выпрямляли выпрямлялись по по мере того как она засыхает вот так вот чтобы она вот так мне делал все морщины мои выпрямляла чтобы у меня было лицо как у 12-летней девочкой это конечно невозможно но будем будем мечтать так что я пошла мечтать и думать о том что мое лицо сейчас станет гладко и нежно как попа младенца вот а с вами буду прощаться до завтра увидимся с вами на шоппинге всем пока пока и до завтра